К нашему эфиру присоединяется российский политолог, публицист Андрей Пионтковский. Андрей Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Ян. Добрый день, Ирина. 3 января исполнилось 6 месяцев безуспешного штурма Бахмута. При этом, несмотря на все усилия ЧВК Вагнера и армии Российской Федерации, Минобороны похвастаться успехами не может. Город становится новым символом неудач на фронте для армии России. Как вы считаете? Ну и, кроме того, символом разрушительных процессов, происходящих в самой России, мы же видим открытое выступление лидера ЧВК Раева Пригожина против начальника генерального штаба. Он постоянно оскорбляет его самым неприличным, резким образом. Да матерными словами просто. Ну, мы не будем их повторять здесь с вами, в присутствии женщины и жительниц. Но вот в той полуголовной среде, которой фактически является российское руководство и российская армия, оскорбление, брошенное Герасимовым, оно смывается только кровью. Но мог бы вызвать его на дуэль, да, по старой какой-то еще русской традиции императорской. Ну, о каких там чести русских офицеров можно говорить? Ну, вот что интересно. Да, это же было в унизительной форме. После первого такого оскорбления Министерство обороны выпустило такой позорный релиз, что украинские националисты создали фейк о якобы некорректном высказанных в адресе генерального штаба. Этот Пригожин сам приехал в ту же воинскую часть, лично поздравил тех людей, которые оскорбляли Герасимовым. И еще раз я назвал его таким же образом. Ясно, что это делается с подачей благословения верховного главнокомандующего. Ну, мотивация Путина понятна. Армия терпит поражение уже не первый месяц. У диктаторов всегда возникает тоже проблема, которая была у Сталина и Гитлера. Кто виноват в поражениях? Фюрер или военные генералы? Вот такой атакой, тотальной дискриминацией, дискредитацией руководства генерального штаба, Путин отвечает на этот вопрос. Виноват и генералы, а не он. Но понимаете, в чем дело? А вот тот самый инструмент, который он для этого выбрал Пригожим, он, по-моему, выходит уже из-под управления Путина. Он начинает уже делать шаги, как бы, посягающие на путинские полномочия. Обратите внимание, он несколько раз обращался к руководству Украины, к президенту Зеленскому, к вооруженным силам, с такими неожиданными тезисами, уважительного характера, что он ценит мужество Зеленского, ценит боевые качества украинских вооруженных сил. Ну, вообще-то, это прерогативы таких оценок во время войны Верховного Романовича. То есть не по сеньке шага, да? Да, это претензии. А это нам с вами кажется, что не по сеньке. А сеньке кажется, что как раз и это его шапка. То есть это уже идет полный претензий на прерогативы генерального командования. Не нашел полный корону претензий практически. Да, тогда, да. И я вспомнила, он же поехал и в госпиталь, к раненым, вот, перед Новым годом. Да, обратите внимание, и то же самое делает второй руководитель этих самых частных структур Хадыров. Путин испугался вести прямую линию с народом. И что делает Хадыров? Он имитирует. Выходит на прямую линию с народом, да. Он, и с каким народом обратите внимание, он ведет прямую линию с чеченским народом. Он ведет себя как глава независимого государства, который может себе позволить то, что глава вот этого российского государства, труслива, себе не позволяет. И у него тоже, вот, все обратили внимание, ну, многие на то, что он так отжимался после, но отжимался он очень плохо. Я даже в своем возрасте отжимаюсь лучше. Когда отжимаются руки, должны быть полностью выполнены. Но противникам политически важен другой аспект. Он осторожно, но, тем не менее, вполне ясно для аудитории, давал понять, что мы уже выполнили как бы свою часть по мобилизации, мы послали своих воинов, да и вообще война надо бы заканчивать. То есть, опять же, мы наблюдаем ту же тенденцию. Вот эти лидеры частных армий уже начинают наступать на императорскую мантию и обратно из своего фонда. Но обратите внимание на более широкий аспект. Это мы все привыкли говорить о Кадырове и Григоже, а их уже с десяток, с десяток частных армий. Вы знаете, удивительно то, что своя частная армия есть даже у министра обороны. Ну вот это ни в какие ворота не лезет. Министр обороны создает свою частную армию в щит. Но у меня большее впечатление произвело, на днях была создана частная армия, называется Редут, очень близким к Путину мультимиллиардерам Тимченко. Всем понятно, ну любому там окончившему, там даже не военную академию, а любые курсы. Основным принципом функционирования армии является едином начали. И ясно, что эти частные армии являются... С одной стороны, высший генералитет полностью дискредитируется, а с другой стороны, армия и ее офицерский застав как бы приватизируются по разным частным армиям. Для задачи борьбы войны с Украиной они не нужны. Они только мешают решению. Значит, у них есть другая задача, она уже очевидна. Вот все так называемые сильные... Да, Рогозин собирался создать свою частную армию, но его там в задницу ударило какой-то стрелой, и он решил заниматься пиаром. Вытащил осколок и послал его президенту Макрона. Все... Написал, что из позвоночника, да. Ну, якобы, мы знаем этот позвоночник. Копчиком он называется. Это тоже часть позвоночника. Да, но не будем в эти анатомические детали. Они создаются для другой цели, эти частные армии. Люди, более-менее разбирающиеся в военном искусстве, понимают, что война проиграна. Они готовятся к другой войне. Кромадной войне за раздел вот той собственности, которая становится бесхозной после опорушения российской власти. За триллионы собственности. И я вот давно уже говорил на разных эфирах о том, что основные игроки уже занимаются не столько войной с Украиной. Да, кстати, вот мотивы, эти месседжи, которые пригожин бросает, что войну-то, может быть, надо бы и заканчивать. Нам тут делом пора заняться. Делить громадные активы. И мне... Вчера у меня был эфир на эту тему Сергея Александровича Мяковенко, тоже хорошо знакомый человек украинской аудитории. Он обратил мое внимание, что эта война уже идет. За последние два месяца зафиксировано более десятка случаев загадочных смертей крупных менеджеров ведущих отраслевых компаний. Они там или выпадают из окон, или сердечный приступ происходит. То есть это разделение собственности, оно уже идет. И оно интересует ведущих игроков гораздо больше, чем результаты войны с Украиной, которую они понимают уже проигранно. Ну, проигранно и проигранно, они считают. Но Россия-то останется, Украина восстановится в Державе Сосновске, а по ту сторону границы останется громадная страна с всякими норильскими никелями, красноярскими алюминиевыми заводами. И вот почему я так обратил внимание на эту компанию Тимченко. Раньше до этого компании создавались новыми амбициозными претендентами, таких как Пригожин, который готов рвать с зубами эту собственность. А сейчас Тимченко это хозяин этой собственности. Он создает компанию, чтобы защищать эту собственность. Вот этим заняты ведущие игроки. Поэтому, позвольте еще последнее на эту тему скажу. Часто задают вопросы, я тоже задумался. Ну вот, когда в Германии, скажем, в 43-м году уже было ясно, что Германия проиграет, но масса людей и военные заговоры были, и в администрации Гитлера пытались устранить Гитлера. Почему они это делают? Потому что они были патриоты Германии, они понимали, что надо спасать страну от безумного фюрера. Почему ничего подобного нет в России? Ну, потому что вот эти игроки, сильные, амбициозные фигуры, которые поняли, что война проиграна, они выбрали совершенно другую стратегию. Это бессмысленно отстранять фюрера. Во-первых, это рискованно. Ну и потом он сам себя отстранит, своей политикой. А в это время надо создавать частные армии, которые будут делить и рвать куски этой России после падения Путина. Вот такая ситуация возникла, и она будет развиваться с каждым днем. То есть, как вы считаете, они используют войну фактически как таран, для того, чтобы эта война обрушила Путина, а они вот на осколках самовластия написали с ними? Ну, поведение Пригожина, это совершенно очевидно. Он просто этого не скрывает каждый день. Но за ним тянутся, за ним тянутся. И что удивительно, вот все ведущие пропагандистские каналы, телеграф-каналы, телевизионные, которые, ну, просто из Кремля по всей методической работе, они восхваляют Пригожина. Вот, видите, этот пиар посещения там раненых, и там его героическое поведение на фронте, все это подается, они уже работают, работают на Пригожина. И весь тут вопрос, неужели Путин так глуп, что он не видит, что Пригожина начинает работать против него, и путинский аппарат подает такие инструкции. Либо вот эти пропагандоны, они уже продались новому хозяину. Это интересно, что... Держат муку ветров. Все это, это, это прекрасная новость для Украины. Все это, конечно, не то, что ослабляет российскую армию, оно ее обнуляет, когда все выше... Ну, как будет смотреть офицера, который посылает в бой, ну, вот, человек, которого назвали так, как его назвали, и продолжают называть уже в течение месяца. Это невероятная история вообще в войнах. Я не знаю из мировой истории аналогичных примеров, когда верховная власть дискредитирует сознательно. Ну, понятно, что Путин хочет назначить его Павловым, как Сталин назначил Павлового, командующего Западным фронтом, за неудачи в первые недели войны, и там его бросили за стенок, пытали, расстреляли и так далее. А почему он это не объявляет? Мне кажется, такая причина, что... Ну, вот, им довольно долго было понятно, что Херсон придется сдавать, и вот, скажем, объявить предателем Герасима, снять и назначить кого-то другого, а потом сдать Херсон, ну, выглядело бы очень странно. И сейчас они тоже опасаются, тянут. Вот, черт его знает, может, начнется через несколько дней наступление Украины, будут новые неудачи, а мы вот тут сняли, объявили, объявили. Вот это спасает Герасима от непосредственной расправы, но не спасает его от невероятного позора, которым покрыт этот когда-то русский офицер. В Самаре, Сызрани, Итальяте и других российских городах прошли траурные митинги по погибшим россиянам, которые вот отправились убивать украинцев и были ликвидированы на базе профтехучилища в Макеевке. Вот сначала, да, отказывались от погибших, потом какие-то цифры там назвали, 63 человека. Теперь вот устраивают траурные митинги. Как все это можно объяснить? Ну вот в этих травмных митингах, что образуется, где они находят, и нет, они не находят, а изобретают таких ведьм, которые демонстрируют по всем. Ну мы видели ведьм солдатских матерей, отобранных после двухнедельного карантина, чтобы Путина не заразить ковидом в бункере. Ну помните эту чудовищную мать, которая выскочила и орала, мой сын еще в шестнадцатом году вышел с закопом и закричал, «Пацаны, идем крошить укропов». Да, она уже интернет-мемом стала даже таким. А теперь мы... Это была солдатская... Как это значит? Это была мать, мать, да. А теперь появилась чудовищная солдатская вдова. Кстати, вот в той же Самаре. Вы видели эту вдову, которая выступала и кричала, что мы... Нет, это не вдова. Вдова это только... Это заявление вдов было, что мы солдатские вдовы, мы не прятали за нашими юбками наших мужей, и мы призываем всех, всех послать умирать. Наши мужья умерли. А в Самаре выступала другая чудовища. Жена какого-то российского генерала, чуть ли не командующего каким-то подразделением, ответственным даже за трагедию в Макеевке. Но и она тоже самое кричала, что надо убивать всех. И мы пошли, посылайте и так далее. Вы знаете, уже появился в интернете вот мем с Алиной Кабаевой, мол, России нужна только одна вдова. Да. Это хорошо, да. Но, вы знаете, Кабаева и Путина, им не хватит не хватит мужества Гитлера и его любовницы покончить с самоубийством. Это за что Путина мы увидим живым и целехоньким на процессе над международными преступниками. В российском Краснодаре типография напечатала 5000 бланков повесток на мобилизацию. И заказ нужно было сделать срочно, вот за один день. Об этом сообщили российские телеграм-каналы. Как отмечается, заявку типография получила прямо в канун Нового года, 31 декабря. Ну вот официальные власти этот факт, конечно, опровергают. Но как вы думаете, почему такая спешка? И вот украинская разведка говорит, что вторая волна мобилизации, она начнется. И начнется она уже в январе. Ну, это не только, это говорит и западная разведка, это говорят и большинство русских и даже провластных каналов. Вот эти 200 тысяч мобиков, они как бы кончаются, в том числе в атаках на Бахмут. Нужно новую, новую партию. Но вы понимаете, какая проблема? Да, Путин выбрал свой путь, он будет до конца пытаться избежать неизбежного, в то время как его все соратники занимаются созданием своих частных армий. На будущее он, у него остается два инструмента, это удары по городам и мобики. Ну, хорошо, они могут набрать миллион мобиков, но для этого миллиона мобиков нужно как минимум одна десятая, сто тысяч офицеров. Профессиональных, военных, кадровых, хорошо подготовленных. Их нет просто. Их нет, поэтому они могут посылать мобиков, заполнять ими все ПТУ на линии фронта, давая прекрасные цели для украинских хаймерсов. Ну, а где они возьмут офицеров, тем более, что вернемся вот к самому главному, мне кажется, то, что мы бессилили в начале нашей передачи, если есть какие-то отставные офицеры с каким-то опытом оставшиеся, то их разбирают, конечно, по этим частным армиям. Все эти и Тимченки, и и Пригожины, и прочие предлагают им гораздо лучше материальные обвлечения и гораздо лучше похоронные их родственникам, там, до 5 миллионов или больше. Так что набрать вот по повесткам в Краснодаре несчастных людей и посылать их на Донбассе и укомплектовывать здание ПТУ, это Путин может сделать, но создать какую-то эффективную военную силу нет. А почему срочно? Ну, потому что всем ясно, что мы накануне каких-то очень больших событий на фронте, ну, вот, как-то с погодой, с подморозкой запоздало, ну, где-то в середине, в конце декабря создастся возможность для танковых маневров. И, кстати, на этом фоне прекрасная новость вчерашнего дня. Наконец, пошли танки и бронетранспортеры как-то сразу. И президент Байден лично обещал в течение ближайшей недели, а, видимо, это все подготовка к ближайшему Рамштейну, который будет 12-13, танки Брэдли, и неожиданно совсем даже и Макрон, который в последнее время все больше беспокоился о каких-то гарантиях для военного преступника Путина, Зеленский убедил его, нашел аргументы, и он предоставляет бронетехнику. Возможно, Германия, да, подтянется, которая, ну, просто боялась быть первой в этом. Шольц говорил, я не хочу, не могу один, давайте танки, ну, все, все, дали танки, теперь, леопарды пойдут. Понимаете, вот все обратили внимание, как-то резко изменилась тональность выступлений руководителей Украины и в их общении с Западом. Украина уже выступает не как некий проситель, которого надо защищать, она выступает как защитник западного лагеря, как единственная страна, которая, как справедливо подчеркнул генеральный советарь, НАТО 100 долларов, мы платим деньгами, украинцы платят кровью, если они не устоят, то нам придется платить кровью, поэтому мы должны делать все, чтобы помочь Украине. Вот, мне кажется, вот этот месседж доходит сейчас на Западе, он понял, что ныне лежит на весах и что срушается ныне, и вот начался какой-то новый этап, решающий в преодолении всех самоналоженных на себя Западным, прежде всего Соединенных Штатных барьеров, не передавать там дальнобойные, не передавать еще что-то, то есть вот все надо передавать на решающие победы. Вот такой месседж, требования посылает своим союзникам украинская власть и мы видим адекватную реакцию. На все вопросы ответят ближайшие 12 или 13, я не помню точную дату встречи Рамштайна, но вот вчерашние, вчерашние новости, они очень обнадеживающие. Путин поручил единовременно выплачивать по 5 миллионов рублей семьям погибших в Украине сотрудников полиции и Росгвардии, получившим на войне ранения, контузию или травму, обещают выплатить по 3 миллиона рублей. Но вот военные в тех же перехватах не раз рассказывали, что их просто, ну скажем, такое слово, кидают на деньги, да, вот, например, ставят там место смерти Белгород, хотя он был под Бахмутом. Как вы полагаете, так и в этот раз будет? Ну, понимаете, эти те категории, которые сейчас выплачивают, они более близкие путинскому режиму, это не военные, это опричники, это Росгвардия, это службы, наверное, близкие к структурам ФСБ и так далее. Этих опричников они будут кормить и даже после смерти в первую очередь. Но, кстати, это меньше для затратов. Эти же люди выполняют в основном полицейские функции. Вот пыточные, сколько сейчас каждый день обнаруживают пыточные, накормленные, вот пыточными занимаются эти подразделения ФСО, спецслужбы и полиции. Вот для этих палачей в первую очередь, конечно, будут выплачивать деньги путинский режим. Президент России Владимир Путин вот по видеосвязи принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата адмирала Горшков вооруженного гиперзвуковым ракетным комплексом ЦИРКОН. По словам Путина, этот комплекс не имеет аналогов, это была цитата, и уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны, это тоже была цитата. Пытается демонстрировать, что все под контролем, причем демонстрирует это по видеосвязи, не на месте. Нет, но это, это, кстати, разрушит все эти путинские игрушки, особенно с ядерным оружием, они же и привели к тому колоссальному отставанию на поколение конвенционального оружия. Мы же видим на поле боя, что делают Хаммерсы, отставание не только от Соединенных Штатов, а от большинства западных в артиллерии, самолетах, танках. Ему внучили, что вот он может запугать Запад с ядерным оружием. Это абсолютно глупое им непонимание ядерной стратегии. Громадные деньги, помните, он показывал нам мультики, как вот он уничтожает Соединенные Штаты и через Северный полюс, и через Южный, и так, и сяк. В этой сфере ничего не изменилось и не может измениться с 1962 года, когда Крущев и Кеннеди поняли, что тотальная ядерная война невозможна, они уничтожают друг другу, что это акт взаимной. Поэтому вот договор о стратегических вооружениях, который был подписан Медведем и Обамой, у России было там 900 развернутых носителей, 1500 приговорок стратегического распространения. Ну, соответственно, такое же число Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Россия могли уничтожить друг друга так по 10-15 раз. Ну, если эти путинские игрушки, ну, предположим, что они все хорошо срабатывают и замечательно, так, как ему показывают на картинках и в мультиках, ну, он может уничтожить Соединенные Штаты 20 раз и Соединенные Штаты. Это пустое совершенно, пустое совершенно занятие. По словам, этот фрегатик, беззащитный, кстати, который в Индийском или Таратическом экране, где он там плавает, можно уничтожить одним ударом. Это пустые совершенно демонстрации, прикрытия. Понимаете, вот он, я который раз возвращаюсь к его исторической пресс-конференции с Макроном 5 февраля. Он вернулся тогда из Китая. Вот это был самый счастливый день в его жизни. Тогда он ему только сказал, наш союз больше, любые границы. как бы подтолкнул на эту войну. Россия была заинтересована в любом исходе. Если бы Украина проиграла, это была полная дискретация США, на следующий день он спокойно забрал Тайвань. А если Путин проигрывает, как сейчас, то после этой войны он спокойно оформит исторические претензии Китая на громадные территории от Дальнего Востока до Байкала. То есть он приехал очень радостный. Помните, он угрожал Украине, терпимая красавица. Но главное, что он там признался. Да, мы уступаем Западу НАТО на конвенциональном уровне. Но у нас есть там какое-то непобедимое, не имеет аналогов в мире ядерное оружие, и мы его победимы. Да, то, что было, то, на что Гитлер рассчитывал в конце войны. Вот он впервые так откровенно высказался, весь свой план выложил, который они 15 лет с Патрушем разорвали. Да, мы уступаем Западу во всем. Мы говно по сравнению с ним. В экономике, в технологии, но у нас есть политическая воля, мы будем готовы использовать Ядерного, а он дрогнет и отступит. В этом была их стратегия. И он ее неожиданно выложил в 5 феврале. Но он ошибся в одном. Он сказал, мы уступаем на конвенциональном армии НАТО в целом. Выяснилось, что на конвенциональном уровне он уступает одной Украине, вооруженной хотя бы частично современным оружием. Так что все эти продолжения ядерных игр это абсолютно пустое. Ядерный шантаж его Запад терпел и поддавался ему. 15 лет поддавался его ядерному шантажу. И Украину не приняли в НАТО в свое время. Закрыли глаза на войну в Грузии, аннексикрым. Но этому тоже пришел конец. Ему где-то в начале октября очень четко объяснили, что ему будет в случае использования ядерного оружия в Украине. Ну, Российская просто будет уничтожена к небу воздействиям НАТО. понимаете, если 16 хаймерсов изменили всю стратегическую ситуацию на фронте и позволили Украине получить пиво, то что сделают сотни томогавков и так далее. Ну, а в качестве вишенки на торте его лично просто убьют. Это он понял и перешел на другую тактику. Он рассказал, да мы не собирались, ядерная война невозможна, да нам она не нужна, мы уничтожим Украину, превратим ее в каменный век, без всякого веря наружу конвенциональными ударами по инфраструктуре. Вот чем он сейчас и занимается. Ну, пока в каменный век переходит, судя по тому, что мы видим сама Россия. Спасибо вам большое за этот очень интересный разговор. Андрей Пьянковский, российский политолог и публицист был в нашем эфире. Благодарю вас. Спасибо вам, Ян, до свидания. До свидания.